Нет такого человека, для которого жизнь не держала бы на готове какое-нибудь дело. Возможность осуществить смысл всегда уникальна, и человек, который может ее реализовать, всегда неповторим. Жизнь человека очень часто сравнивают с кинофильмом, и это неудивительно. Мозг сохраняет самые яркие моменты нашего бытия, словно эпизоды киноленты. Так же, как кинопленка после нашего ухода, остается память людей, в которой запечатлелись наши дела, радости и печали. Человек, которого вы видите на экране, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Валентин Петрович Васин. В 2010 году Валентин Петрович покинул нас навсегда. Если продолжать аналогии между человеческой жизнью и кинематографом, то жизнь Валентина Петровича можно сравнить с кинороманом, посмотрев который, начинаешь понимать, в чем смысл пребывания человека на этой земле. Я был начальником летного центра, и чтобы уйти от этих забот, брал в себя полеты длинные, САП-4, по 5, по 6. Как улечу, и никаких забот, я просто себя там надо, хорошо чувствую. Вот. Это испытание жидкостно-реактивного двигателя, «ЖРД». Пока они проходят на земле, но совсем скоро этот двигатель будет установлен на сверхсекретном, опытном самолете-перехватчике Е-50. Создание такой машины крайне важная государственная задача. Американские самолеты-разведчики летают над территорией СССР практически безнаказанно. Средства ПВО не могут достать нарушителя. Высотный самолет необходимо создать в максимально сжатые сроки. Разработка и испытание Е-50 ведется в крайне напряженном темпе. Работы продвигаются довольно сложно. Первый экземпляр самолета потерян при аварии в июле 56-го. Поднять в небо второй перехватчик предстоит 33-летнему Валентину Васину. Основная опасность при испытаниях Е-50 – это двигатель. Компоненты топлива – «ЖРД», азотная кислота и перекись водорода. В случае утечки этих жидкостей происходит взрыв. За спиной, за креслом летчика, было две тонны азотной кислоты, которые на земле тут, в общем, фокусы с ней всякие делали. Она эти балки, как это, автогеном съедала. И вот, как подумаешь, какая-то неприятность, и тебя эта масса вся эта... И ты там, хух, испаришься. В марте 57-го наземные участники испытаний становятся свидетелями потрясающего зрелища. Машина совершает взлет с включенным на старте «ЖРД». За самолетом появляется ослепительный узкий кинжал пламени, раздается страшнейший грохот, и перехватчик за считанные секунды уходит в небо. Несмотря на огромный риск, Васин блестяще проводит испытания Е-50. Сложный режим, опасный режим. Уже представляешь, что может быть. Но надо эту ступеньку сделать. Сделал – ты молодец. И себя начинаешь по-другому уважать. Не сделал – на всю жизнь. Говорит, спит дно внутри. В ходе испытаний перехватчика Е-50 Валентин Петрович достиг высоты 25 560 метров и скорости 2470 километров в час. Это было мировым рекордным достижением. В марте 57-го Валентин Петрович Васин летал быстрее и выше всех в мире. Но тогда об этом так никто и не узнал. Испытания проводились в обстановке строжайшей секретности. Всего на Е-50 он выполнил 29 полетов. Из них 17 – с работающим ЖРД. Когда полеты закончились мои, первый прибежал Галай в кабину, сунул нос. Ты звезды видел? А небо там синее. Я говорю, синее. Звезд не видел. Вскоре после этих испытаний 33-летний подполковник Васин получит свою звезду. Золотую звезду Героя Советского Союза. Ему будет присвоен первый класс летчика-испытателя. Эти кадры будут сняты уже позднее. Специально для отчетного кинофильма. Испытание проводил летчик-испытатель Ли, герой Советского Союза, Васин. Своё восхождение на авиационный олимп Валентин Петрович Васин начал, как и многие его сверстники, в 30-е годы. Великие перелёты Чкалова и Громова, герои-лётчики Испании, производили на Валентина неизгладимое впечатление. Лозунг «Комсомолец на самолёт» стал руководством к действию. Весной 41-го в аэроклубе города Реутова он совершил свой первый самостоятельный полёт на самолёте У-2. Через месяц началась война. В военкомате, куда тут же помчался Валентин, его попросили подождать несколько дней и вскоре отправили в Чугуевскую военную авиационную школу пилотов под Харьковом. Едва он успел там вылететь на самолёте У-2, как школу эвакуировали в Среднюю Азию. К концу 42-го курсанты освоили истребитель И-16 и уже готовились к выпуску и скорому отъезду на фронт. Но тут в училище поступили новейшие истребители Ла-5 и подоспел приказ переучить всех на новые машины. Лишь в 44-м Валентин окончил училище и надел лейтенантские погоны. Значит, зачитывает приказ об окончании училища и отправки на фронт. А нас нет в списках. Я говорю, как так, а почему нас нет? А вы остались с мельчиками-инструкторами. Кабина задняя и никаких гвоздей, понимаешь так. Как известно, приказы не обсуждаются. Васин остаётся инструктором в Чугуеве, но продолжает забрасывать начальство рапортами с просьбой отправить его на фронт. Подобная ситуация в то время была обычным делом. В одном из знаменитых советских фильмов Добровольцы ей посвящён даже целый эпизод. И не ходи, не проси. Рапорт убери, чтобы я его не видел. Не отпущу. Товарищ генерал! Что генерал, генерал? Сказал бы я тебе, да... Так ведь не на гулянку прошусь! На фронт прошусь! На фронт все хотят. А ты вот здесь попробуй. На фронт Валентин Петрович так и не попал. Но работа инструктора требовала от него ничуть не меньших усилий, чем служба фронтового лётчика. У нас же жарище было, понимаете, когда летали. А потом ночь летаешь, днём спишь. С днём летаешь, ночью спишь. Значит, летаем до десяти, после десяти, до двух спим. А потом опять летаем до девяти, до упора. Лётный день инструктора Васина заканчивался не ранее 12 часов ночи. Помимо подготовки курсантов, приходилось переучивать военных лётчиков на новые типы машин и даже проводить испытания новых прицелов для истребителей. Придя домой за полночь, ещё два часа Васин заполнял лётные книжки и готовил полётные задания. На сон оставалось не более полутора часов. В четыре утра снова начинались полёты. С курсантом он вдохновлённо работал. Причём методически грамотно, понимаете. Там же искусство. После войны Валентин Петрович продолжал готовить курсантов в Чугуеве. Трудно сосчитать, сколько лётчиков обрели путёвку в небо благодаря его инструкторскому таланту. Летал он, конечно, превосходно. Он вообще человек, человечный человек. Ехали мы с курсов домой, Чемкент. Просыпаюсь в вагоне, нет сапог моих. Понимаете, сапог нет. Я говорю, Валя, сапог нет. Как нет? Ну, тут, значит, сразу вздыбились все. Искать сапоги – сапог нет. Он лезет в свой сапог, вот, и достает сапоги. Я говорю, Валя, да-ка, а ты как? А он хоромовые достает. Я говорю, ну, а что же, не приехал, я в сапогах. В 1947 году старшего лейтенанта Васина в числе лучших посылают в Грозный, в высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу, которую он заканчивает с отличием. И вновь его оставляют инструктором. Однообразие школьной работы давит на молодого лётчика. Чтобы хоть как-то скрасить монотонные будни, он занимается спортом. Васин готовит себя к чему-то большему. Несмотря на усталость от работы, он тренируется почти каждый день. Я вынужден помимо своей работы обычной, ещё каждый день ходить в спортзал, качать мышцы. То ли это штанга, то ли это троеборьем офицерским заниматься. И я этому, в общем, благодарен. Я лично считаю, что то, что я и летал до этих пор, это в основном дружба с физкультурой. Можно смело сказать, что именно увлечение спортом однажды спасло Валентину Петровичу жизнь. В одном из испытательных полётов на высоте 15 тысяч метров у него отказала кислородная система. Дышать в таких условиях самостоятельно просто невозможно. Атмосфера слишком разряжена. То, что произошло в кабине, можно сравнить с отказом акваланга под водой. Васин оценивает ситуацию и переводит самолёт в пикирование. Истребитель несётся к земле, приборы перед глазами начинают расплываться. Контролировать их показания с каждой секундой становится всё труднее. Наконец, на высоте трёх километров Валентин сбрасывает фонарь и делает спасительный глоток воздуха. Для меня вообще, как для лётчика-испытателя, Валентин Петрович Васин – это образец того лётчика-испытателя старшего поколения. Впечатление такого могучего, очень сильного человека. Кожаная куртка, кожаные штаны, такой богатырь. Он чем-то мне всё время напоминал Валерия Павловича Чикалова. Ну, такой могучий человек. В апреле 48-го года судьба предоставляет Валентину Васину шанс покончить с надоевшей работой инструктора. Вместе с друзьями по школе он прилетает из Грозного в Москву за новыми истребителями Ла-9. Была минутка свободного времени, и сорока на хвосте принесла, что в Кратове организуется школа лётчиков-испытателей. Со мной друзья, которые прилетели, уже лет по 6-8 отработали инструкторами в школе. Все хотели, как один, вырваться на испытательную работу. А тут открывается рай, школа. Душа требует свободы. Свободы творчества. Лётчиков встретил начальник школы генерал Котельников. Из разговора с ним Валентин узнал о том, что набор уже совершён. Однако есть надежда поступить на следующий год. Генерал обещал включить лётчиков в очередной набор. Но, как говорится, обещанного ждут три года. Именно столько Васин ждал запроса от генерала, продолжая служить инструктором. Окончательно разуверившись в генеральском слове, он решает перейти в строевую часть авиации ПВО. Но командование ни за что не хочет отпускать отличного инструктора. Тогда Валентин идёт на хитрость. Он обращается к своему командиру эскадрильи с необычной просьбой, которая чуть было не стала для самого Васина роковой. Валентин, напиши плохую характеристику, и меня переведут в эту дивизию. Он написал, и гну, разве это плохая, это хорошая. Но ты напиши сам. Я себе навалял. Навалял на свою голову. Несмотря на плохую аттестацию, Васина всё равно оставляют в школе. Казалось, что все надежды завязать с инструкторской работой рухнули. В строевую часть не отпускают, из школы лётчиков-испытателей никаких вестей. И вдруг, в феврале 51-го, в Грозный приезжает начальник школы испытателей, генерал Котельников. Наконец, удача улыбнулась Валентину. Генерал не забыл своих обещаний. Вскоре Васин прибывает в Москву. Перед вступительными экзаменами молодого лётчика принимает начальник управления лётной службы авиапромышленности легендарный Михаил Громов. Волнуюсь, захожу в кабинет, сидит и генерал-полковник представился, пронизывающим взглядом на меня посмотрел. «Так, так, так. Значит, в школу хотите?» Я говорю, «Да, очень хочу». Начинает листать личное дело. С такой аттестацией в ад, говорит, не принимают. Они только у лётной школы знают, что такое школа испытателей. Ошеломлённый Васин вспоминает про злосчастную аттестацию, написанную им на самого себя в 49-м году. И вот теперь этот документ в руках Громова. Ну, я ему стал рассказывать, что это так и так, характеристика написана по такому-то поводу. А чем вы докажете? Я говорю, смотрите дальше. С большим трудом Васину всё же удаётся убедить Громова в том, что эта аттестация не соответствовала действительности. Я подумал, подумал, посомневался. А что у вас под носом? Я говорю, усы убрать. Думаю, это уже легче. Есть убрать. Ну, вот что. Я говорю, попробую вам поверить. Но я проверю. Четверть века спустя, на 30-летнем юбилее школы лётчиков-испытателей, герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор авиации Валентин Васин, снова встретится с Громовым. Отразумал меня. Я очень доволен. Ну, мы кем он доволен? Я доволен собой. Значит, я в людях разбираюсь. Ну, уже звёздочка появилась. Я говорю, я обещал, я выбрал. В марте 51-го года слушатель школы лётчиков-испытателей Васин приступает к полётам на аэродроме в Жуковском. К моменту прибытия в школу Валентин имел на лёт уже более тысячи часов и 12 типов освоенных самолётов. В июле 51-го он самостоятельно вылетает на реактивном истребителе МиГ-15, а затем на Як-17 и Ла-15. За время обучения он осваивает 10 новых типов самолётов. В июне 53-го Васин успешно оканчивает школу лётчиков-испытателей и получает назначение в Лётно-исследовательский институт. В то время, когда мы пришли, нас очень мало интересовало и оклады, и заработки. Старались летать, 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 чтобы набрать работу, получить более высший класс. А со мной была твоя техническая сущность, чего ты стоишь, чего ты умеешь. Молодой испытатель с готовностью берётся за любую опасную работу. В июле 55-го года Васин проходит тренировки в Институте авиационной медицины в скафандре СК-1, в том самом, в котором он впоследствии совершит свой рекордный полёт на перехватчике Е-50. По часу он проводит в барокамере на высотах от 20 до 30 километров. В феврале 56-го Валентину Петровичу доверяют необычную для лётчика-истребителя работу. Ещё не имея первого класса испытателя, он в качестве второго пилота в экипаже известного лётчика-испытателя Якова Верникова поднимает в небо опытный Ан-8, а затем участвует в его заводских испытаниях. В июне 56-го Васин вместе с Верниковым демонстрируют публике Ан-8 на авиационном параде в Тушино. Участники праздника впервые видят новый пассажирский самолёт конструкции Антонова. В общем, полёты такие ювелирные, сложные, много он делал. То есть он умел делать всё, и поэтому, конечно, авторитет лётчика-испытателя отсюда и складывается. Великолепный лётчик, очень хорошо выполняющий задания и очень правдиво описывающий всё, что произошло, в том числе и отрицательный в полёте. Это для лётчика-испытателя очень ценные свойства. Правдивость нужна везде. Это обычные требования к честному человеку. Нормальный человек был. К началу шестидесятых Валентин Васин становится полноправным членом лётной гвардии института. Коллектив матёрых испытателей принимает его в своё братство. В перерывах между работой лётчики собираются на природе, чтобы поохотиться или половить рыбу. Приехала банда целая. Не Фёдов, а Митхан, штурман Конградьев. Моя старая компания Вася Плаксин. Вот обедка. Открывай. И всё здорово. Тогда свободно было с этой рыбалкой. Даже сети продавались. Ну, обязательно уху варили. У нас Мельников мастерский варил уху. Ну, и водочка, соответственно, наливай. И всё. Это Володь Нефёдов. Он через год-полтора разобьётся. Владимир Нефёдов погиб в мае 58-го при выполнении бездвигательной посадки на опытном самолёте МиГ-21. Он до последнего боролся за жизнь самолёта, но столкнулся со многими ранее неизвестными проблемами. Валентин Петрович Валентин Петрович посвятит несколько лет своей лётной жизни. За всю свою лётную жизнь я ни разу не прыгал вынужденно с парашютом. Мне везло на посадках вне аэродрома. Первая бездвигательная посадка Валентина Васина на сверхзвуковом реактивном истребителе оказалась не санкционирована. 10 ноября 1958 года испытательный полёт на реактивном истребителе Сухого должен был выполнять опытнейший лётчик Амедхан Султан. Но в тот день его не пропустила медицинская комиссия. То ли у него там насморк был, то ли что-то такое. Короче говоря, а я у него дублёром был. Валка слетай за меня. Валка готов. Полетел я и у меня остановился двигатель. Я стал запускать не запускается. Запускать не запускается. Что-то такое пятую попытку делаю. Тут облака было баллов шесть. Выхожу из облаков смотрю аэродром Тортиково. Ну, подвернул куда. Васин принимает решение о посадке самолёта без двигателя, но все руководства полётной эксплуатации того времени предписывали немедленное катапультирование после неудавшихся попыток запуска двигателя в воздухе. Высота на тринадцатом. Ваша высота 3000. Я буду садиться. Тринадцатый. Катапультировать тринадцатый. Нормально. Попробуем убаститься. Тринадцатый. Прыжок. Рассчитал и сел прямо на аэродром. Удачно сел, только единственное, что когда пересекал полосу и носовой стойкой я наехал на огонь, ну огонь сломал и нога подломилась. Остановился. Не горит. Нормально. Можно подумать. Открываю фонарь, он не открывается. Вот такая щель. Слышу, сирена гудит, машина мчится, стремянка ко мне подставляется в кабине и пожарник с топором. Я говорю, что ты делаешь? Сейчас я тебя буду освобождать. Я говорю, не надо меня освобождать. Я говорю, не горит? Не горит. Я говорю, давай потихоньку отодвинем. Ну, с помощью топора отодвинули этот фонарь, когда деформировался, фонарь немножко закрыли. Вылез. Ну, отсюда все пошло. После этой посадки Валентину Петровичу поручают изучить особенности подобных режимов по специально разработанной программе. Не тот совет смотрит. Ты садился без двигателя, вот тебе и дальше продолжать. С радостью принял это дело. И начались серьезные, серьезные исследования. Эта работа, она ведь закончилась очень таким полезным делом. Здесь был проведен семинар на аэродроме, куда съехалось довольно много командиров частей. Выбрали они 10 человек. Туда вошли в эту группу командир Звенев, Камески, зам Камески и зам командиры полкова. Провезли их, показали останову двигателя, запуск двигателя в воздухе и заход на посадку без двигателя. В общем, в восторгу, как говорится, полной штаны. Посадить сверхзвуковой реактивный истребитель без двигателя оказалось в то время чем-то невероятным и невозможным. Некоторые военные, наблюдая за работой Васина, просто не верили своим глазам. Они не верили и в полете один из летчиков даже пристраивался сзади и смотрел в сопло, выключил двигатель и не выключил Валентин Петрович. Рекомендации Васина внесли неоценимый вклад в полеты военных летчиков. Они помогли сотням строевых офицеров спасти при отказах двигателей и самолеты и своей собственной жизни. Мы, говорят, теперь знаем, как бороться с этими помпажами. То мы, говорят, только думали о катапульте, а теперь, мы, говорят, подумаем, прыгать или надо. То есть польза была великая. За долгие годы испытаний Валентину Петровичу не раз приходилось оказываться в сложнейших и порою неожиданных ситуациях. Одна из таких работ запомнилась Васину на всю жизнь. Согласно полетному заданию, он должен был разогнать самолет до предельной скорости. Но, несмотря на многократные попытки летчика, стрелка прибора будто не желала показывать нужное значение. не не разгоняется больше. На форсаже я увеличиваю угол. Зазлился, на 14 тысяч разогнался, на форсаже делаю переворот и отвесно вниз. через некоторое время самолет, как в лихорадке, педали, ноги соскочили, они шуруют. Самолет Васина попал во флаттер. Летчикам не нужно объяснять, что это такое. Для непосвященных скажем, что это сильнейшие нарастающие вибрации, связанные с большими скоростями. Чтобы проиллюстрировать это явление, мы воспользовались кадрами из знаменитого фильма Татьяны Леозновой «Им покоряется небо». Так же, как и герой фильма, Васин мгновенно реагирует на ситуацию. Первое, снять форсажа и убрать газ. Все это сработало и выскочил аж на тысячу метров. И домой. Ну, что видал посадочку? Старый черт! После посадки ведущий инженер долго осматривал самолет Васина. Смотри, что-то обходит. Я говорю, что ты там нашел? Иван А что ты самолетом сделал? Я говорю, ничего не делал. Потрясло немножко. Сам подхожу и глазам не поверил. Сорванная обшивка с рулей. Где обшивка продавлена? Где обшивка сорвана? То, что могло произойти с самолетом Васина в худшем случае, красноречиво иллюстрируют вот эти кадры испытаний, проводившихся в ЦАГе. В 1964 году медицина списала летчика-испытателя Васина со сверхзвуковых истребителей. Вызвал начальник ЦЛК военный. Так, на чем летаешь? Я говорю, на истребителях. А тяжелые у Вас есть? Я говорю, есть. А что, плохо? Да вот, милый друг, дети есть? Я говорю, двое. Отлетал, отлетал. Воспитывай детей. Это моя дочка Татьяна. Это мы за грибами ели. Ух, гриб нашла. Дома о работе он не говорил. И вообще вот он как-то умел очень переключаться на домашние дела. Там могли-то быть очень такие тяжелые ситуации на работе. Но какого-то уныния я у него никогда не видела. Он такой был очень деятельный. Меня, конечно, очень как-то привлекал его семейные дела. В семье было очень хорошее и теплое отношение. Со своей женой Мария Ивановна и Валентин Петрович познакомился еще в школе. Свадьбу сыграли после войны. Затем появился сын Сергей, а потом и дочь Татьяна. Жили дружно. Мария Ивановна увлекалась живописью, Валентин Петрович рыбалкой и киносъемкой. Особо любимым делом были семейные путешествия. Выезжали мы всегда очень рано, часа, наверное, в три утра. Вот. Ну, меня, конечно, заворачивали в одеяло, и Серега тоже там выползал, такой же сонный. Вот. И ехали. И потом, когда уже расцветало, у нас был первый привал, обязательно был какой-то такой завтрак, шум примуса, вот запах кофе с молоком. Ну, вообще, что-то было, это было очень приятно. Васин никогда не жаловался на неприятности. Когда таковые случались, супруга Мария Ивановна и так все понимала, без лишних слов. Конечно, она была мудрая, и поэтому она знала, где надо так свернуться и подождать, потому что она прекрасно понимала, что наступит завтра, ему надо будет идти на работу, ему надо будет летать. Летать для Васина означало жить. Несмотря на то, что со сверхзвуком ему пришлось распрощаться навсегда, он снова на пике важнейших испытаний. после полета Гагарина в Советском Союзе активизируются работы по подготовке выхода человека в открытый космос и полета на Луну. В 64-м году Валентин Петрович приступает к работам по программе искусственной невесомости. Основная сложность для летчиков в таких полетах это удержание нулевой перегрузки в течение заданного времени. В этот момент летчик просто теряет физическую связь с машиной. Чтобы контролировать невесомость на самолете установили специальный прибор. Но в одном из полетов он неожиданно перестал работать. Тогда Валентин Петрович выполнил режим доверяясь только собственным ощущениям. Приду по делу ведущего я говорю извини прибор отказал я уж так на свой страх и риск сделал. когда он обработал прибегает такой довольный ты знаешь что последний режим вот тогда конечно очень потребовалось большое мастерство особенно в первых полетах потому что состояние невесомости перегрузка нулевая она очень трудно объективно контролируется летчиками. Всего Васин выполнил более сотни полетов на невесомость в своих рассказах о этой работе он не очень любил говорить о себе зато об участниках этих экспериментов вспоминал охотно и с юмором мы сначала возили кошек голубей смотрели как они себя ведут кота ловили каждый день когда летать кот приходил к нашей кошке нашей летной столовой его используя его привязанность его хватали в день полета и тащили туда так этот кот больше всех наверное налетал невесомости 9 июня 1966 года Валентину Петровичу Васину присваивают почетное звание заслуженный летчик-испытатель СССР это стало высшим признанием его заслуг в деле летных испытаний летом 73-го его назначают начальником летно-испытательного центра ЛИИ теперь он руководитель коллектива одного из крупнейших в мире испытательных аэродромов я в 74-м году когда пришел значит ну первые с кем мне пришлось так сказать побеседовать и кто меня пригласил на беседу был Валентин Петрович Васин он сразу ага расспросил кто чего где на чем летал значит и мне было очень приятно что вот этот человек так сказать свеждой героя вот очень так сказать по-отцовски отнесся он не был таким добрячком но мне приходилось с ним участвовать в разговорах с его коллегами летчиками подчиненными когда он их отрабатывал весьма сурово словесно но никогда не выступал оскорбительнее на всех этих разборах он всегда как говорится обращал внимание и учил нас молодых человеческим качеством вот он говорил что никогда нигде не говорите что вы летчик-испытатель и никогда не бейте себя в грудь что вот я такой какой великий и все прочее я доволен коллективом Ли у нас он был хороший за счет того что очень много разносторонних летчиков как-то ну компактно жили не обижая друг друга помимо организационных забот на Васина легла большая психологическая нагрузка именно ему по долгу службы приходилось первым пребывать на места катастроф когда походишь там смотришь эти части тела лежат тут ходит рядом доктор вот это вот вещи конечно малоприятные смотреть на это место где пополам с металлом кто теперь подсчитает сколько боли он пропустил через свое сердце находясь на месте гибели своих друзей и сообщая потом их семьям черную весть это благородное но неблагодарное дело мне частенько приходилось после звонка открывается дверь у жены сразу делаются большие глаза кажись догадывается в марте 75 в летной биографии самого Васина произошел эпизод чуть было не закончившейся гибелью Валентина Петровича проводились испытания транспортного самолета Антонова с одним работающим двигателем сразу после взлета ведущий инженер внезапно выключал один из двигателей по инструкции двигатель можно было вновь запускать на высоте 300 метров но вопреки указаниям инженер решает запустить его пораньше он раз дает сектор на запуск этому который стоит а пожарный кран работающего взял и выключил и такая тишина в итоге ошибочных действий инженера самолет оказывается на высоте 150 метров с выключенными двигателями складывается критическая ситуация она усугубляется тем что инженер исправляя свою оплошность вновь совершает ошибку и опять останавливает запускающийся двигатель ой я ошибся спокойно я говорю ставь что по нулям а высота уже 70 метров вот она земля рядом поставил я говорю теперь давай скажи мне а потом делай высота уже 40 метров я уже сажусь смотрю стронулся винт пошел ну говорю давай давай хотелось самому дунуть чтоб он крутился быстрее прибавляю метров 7-8 уходим набираем в обиде тишина никто ничего не говорит все переживают то что было так благодаря хладнокровию и высочайшему летному мастерству Васина были спасены жизни членов экипажа и самолет у него воля была твердая у него четко организовано все расписано кстати почерк у него был ну идеальный это твердый и очень порядочный человек в 1976 году Валентину Петровичу Васину присваивают воинское звание генерал-майор авиации несмотря на высокие звания и должность он продолжает самостоятельно выполнять испытательные полеты он не был пижоном он никогда не выпендривался он этот свой пиджак одевал этот самый конечно только мундир парадный генеральский только когда официальные какие-то вещи вот он был очень скромным простым человеком в августе 77 он приступает к важной испытательной работе подхвату спускающихся на парашюте грузов на специально оборудованном самолете Ан-12 значимость этих испытаний в тот момент сложно было переоценить подобные работы проводились американцами еще в 1965 году система подхвата разработанная ВВС США использовалась как для спасения космических модулей так и для эвакуации людей во время Вьетнамской войны по сложившейся тогда традиции противостояния Советский Союз не мог оставаться в стороне основная сложность этих полетов заключалась в том что летчику необходимо было на глаз точно рассчитать траекторию движения машины если самолет пройдет выше купола захвата не произойдет если ниже купол может намотаться на винт и тогда катастрофа неизбежна данная работа требовала от летчика особой выдержки и даже педантичности для полетов отбирались хорошо подготовленные испытатели но достичь желаемого результата не удавалось ситуацию переломила предпосылка катастрофе в одном из полетов очень близко командир прошел над этим парашютом на котором висел груз и этот парашют потащил в район стабилизатора все это дело фотографировалось когда все это дело просмотрели и Валентин Петрович своим волевым решением просто сел командиром за штурвал Ан-12 и эту работу проделал закончил самостоятельно работа по подхватам грузов стала последней в летной биографии Валентина Петровича Васина осенью 77 его списывают с летной работы общий налет Валентина Петровича составлял 5030 часов это более 200 дней проведенных в небе за годы полетов он освоил почти 100 типов самолетов и вертолетов но несмотря на расставание с профессией он не расстается с авиацией продолжая руководить летным центром он даже иногда тайком от вышестоящего начальства поднимается в небо ну летал конечно ну так без полетного листа куда-то кто-то летит я сажусь в качестве второго или в качестве первого душу погрел Валентин Петрович полностью поглощен делами работы отнимает много сил но он не жалуется это смысл его жизни в 1982 году в районе города Североморска происходит катастрофа самолета Ту-134 авиаотряда Лии итог трагедии 16 человеческих жизней коварная неожиданность словно подстерегала Васина его снимают с должности могло бы быть хуже потому что мне тогда только что назначенному на должность начальника института министр Силаев позвонил и сказал увольняйте я на свой страх и резк решил выполнить указания министра лишь частично надумали так чтобы его привлечь к руководству полетами на КДП по негласному закону руководитель прав руководитель неправ он меняется чтобы исключить в народе разговоры что меры не приняты для Васина удар оказался очень тяжелым но главное он остался на аэродроме он на аэродроме в этот период Васин как системный человек который был как образчиком примера для работы он работал как организатор несмотря на понижение в должности Валентин Петрович продолжает активную деятельность он обеспечивает надежную работу радиотехнических средств во время полетов аналогом многоразового космического корабля БТС-002 Васин координирует непростые межведомственные отношения на космодроме Байконур он курирует создание технической инфраструктуры для посадки челнока Буран при его непосредственном участии формируются инструкции по выполнению полетов на авианосце Тбилиси я хотел бы сказать что такого сконцентрированного человека чтобы он умел целево заниматься многими вещами это редко такое бывает именно многими вещами достаточно разноплановыми по-человечески Валентин Петрович можно вот в этом плане позавидовать что он прошел все этапы авиационные просто все и там было столько в той голове накоплено материала опыта ну что ж я очень доволен что вы пришли ну этот Герасим из-за того он все устроил я хотел потихоньку дали 70 лет чем хвалиться как-то раз в одном из интервью корреспондент спросил Валентина Петровича о его любимом месте в городе любимое место вот аэродром действительно некоторым этот шум мешает спать мешает думать а я когда слышу шум елей по душе значит у нас все в порядке в 1993 году Валентин Петрович вновь возвращается к активной работе он становится главным летным дирижером пяти международных авиационных космических салонов проводившихся в Жуковском он по существу заложил вот ту высокую планку которую собственно наш авиасалон несет вообще в мире наша летная программа по общему признанию и специалистов и средств мастер-информации является лучшей когда вот начались Максы и он такой был очень деятельный особенно самые первые Максы там надо было много трясать вопросов милиционеры жаловались говорят ездит какой-то вихраст дед и на нас на всех не обращает никакого внимания они там могли махать свистеть он пролетал мимо только так летом 2003 года при напряженной подготовке очередного Макса коварная болезнь вынуждает его оставить работу Дмитрий Петрович в какие самое трудное время у вас было на летной работе вообще самое трудное в каком смысле трудное эмоционально физически ни разу не хотелось бросить все вообще этого ни разу не хотелось это мне хотелось когда я уже кончил летать тут бывало такая задумка плюнуть на все и уйти знаешь как-то приученное выполнять работу до конца вот так когда инсульт меня стукнул и вот тут я переживал ну вот как может здоровый человек который бегал прыгал ходил автомата на работу и вдруг так ничего не может вот это трудно а когда он дома оказался к нему приедешь смотришь он у себя на балконе сделал для птиц кормушки и значит разделил их тут у меня говорит истребители летают эскадрильи тут у меня говорит тяжеловики я их контролирую все руководил они он во-первых привык о ком-то всегда заботиться там у него была постоянно и рябина для снегирей потом семечки для синиц то есть у него совершенно был разнообразный стол для всех как раньше у него был гостеприимный дом и точно так же вот он последние годы наверное и с птицами поступал он очень любил когда прилетали синицы но мог подолгу смотреть на них «Ой, ой, 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 ой» КОНЕЦ Говорят, что летчики не умирают. Они улетают. 11 ноября 2010 года в свой последний полет отправился Валентин Петрович Васин. Последний раз он навсегда поднялся в небо, такое же бескрайнее и чистое, как и его душа. КОНЕЦ Авиасалоны, которые, дай бог, будут продолжаться, это, в общем, память о нем, потому что вот ту планку, которую он поднял, ее держим, и она будет держаться. И вот это, собственно, самая лучшая будет память об этом выдающемся летчике и русском человеке. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ